Здравствуйте! Рада приветствовать вас на моем канале Кухарочка Алина. Делюсь с вами рецептом вкусных, ароматных, имбирных пряников с глазурью. Их можно не только испечь к чаю и скушать, а сделать из них прекрасный, вкусный подарок своими руками, родным и друзьям. Просто перевязав их лентой и упаковав красивый кулечек. Как делать глазурь я также покажу и расскажу в этом видео. А сейчас посмотрите, какими восхитительными они получаются. Глазурь высыхает и держит форму. Не растрескивается. Пряники внутри очень мягкие, ароматные и бесподобно вкусные. Мягкими пряники могут оставаться очень долго. Ингредиенты, которые потребуются. Специи, сахар, мед, мука, сливочное масло, яйцо и сода. В кастрюлю всыпаем сахар, добавляем мед. Мед стоит брать хороший, чтобы он был жидким, ароматным и не засахаренным. Майский идеально подойдет. Теперь кладем специи. Имбирь, корица и мускатный орех. Все перемешиваем и ставим на медленный огонь нагреваться. Непрестанно помешиваем нашу медовую смесь при нагревании, чтобы ничего не пригорело. Когда на поверхности начнут появляться пузырьки воздуха, всыпаем соду и быстро все перемешиваем. Смесь начнет просто моментально увеличиваться на ваших глазах и станет светлеть. Снимаем кастрюлю с плиты и переливаем медовую массу в миску, где будем замешивать тесто. Добавляем мягкое сливочное масло. Я его достала заранее из холодильника, чтобы оно подтаяло. И перемешиваем. Яйцо разболтываем вилкой и вливаем в нашу смесь, размешивая. Теперь постепенно добавляем муку, просеивая ее через сито. Вымешиваем все лопаткой. Когда станет тяжело мешать лопаткой, всыпаем оставшуюся муку и уже руками замешиваем пряничное тесто. Тесто получается таким мягким, очень нежным. Формируем ручками из него колобок. Остатки теста собираем из миски и подмешиваем их. Вот такая красота получилась. Отделяем от готового теста третью часть и выкладываем на бумагу для выпечки. Скалкой раскатываем тесто толщиной примерно 3 мм. Учитываем то, что при выпекании пряники еще поднимутся и немного увеличатся в объеме. Теперь, пожалуй, самый приятный момент. Вырезаем из теста наши прянички формы для печенья. У меня сердечко. Как я уже говорила, форма может быть абсолютно любой. И этот увлекательный процесс можно доверить деткам, они с радостью вам помогут. Остатки теста собираем, обминаем. Они пойдут в ход для остальных пряников. Выкладываем бумагу вместе с пряниками на противень и ставим в разогретую духовку до 180 градусов выпекаться на 10 минут. Готовим глазурь. Ингредиенты для нее яичный белок, сахарная пудра, сок лимона и пищевой краситель. Взбиваем белок до образования пены. Теперь постепенно вводим сахарную пудру, просеивая ее через сито и продолжаем взбивать. Так добавляем всю пудру и взбиваем до тех пор, пока масса не станет белоснежного цвета. Вливаем лимонный сок, быстро все перемешиваем. Последний этап, всыпаем краситель. Кладем его столько, чтобы получить желаемый цвет. Вместо искусственного красителя можно использовать натуральный. Например, куркума придаст глазуре желтый цвет, а сок свеклы сделает ее красный. Обмакиваем пряники в готовую глазурь и выкладываем на ровную поверхность сохнуть. Сохнет глазурь по времени примерно 2-3 часа. Вот такие пряники у нас получились. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо, что готовите со мной. Субтитры сделал DimaTorzok